Всем привет, меня зовут Шостро, это Shadow of the Tomb Raider. Здравствуйте! Мы продолжаем наше приключение. Неизвестно только, как оно будет... Ага, оно пометилось. Капибара, да? Или это американский барибал? Кто понял, тот понял. Так, хорошо, пойдем вперед. На веревке висит груз. Ага, вижу. Сюда упал обломок самолета. Да ты что? В этом грузе, может, там найдется какой-нибудь острый кусок металла? Может. Мне понадобится инструмент. М-м-м, окей. Может, какая-то железка из обломков? Я в рот шатала. Нажимать тап, когда надо нажимать кью. Я привыкну. Ах! Вот черт! Ну, как тут можно... Подожди, давай подышим. Ой, да конечно, Мурьена в одном озере. Я тебя умоляю. Не особо, конечно, я верю, что здесь есть Мурьена в обычном озере. Если честно, прям совсем откровенно говорить. Просто вся эта история прям, ну, реально глубоколодная. Может, это, кажется, и не Мурьена? Хорошо, но он тупой. Нужно его обо что-то заточить. Сделайте воистину острый нож. Пойдет в дело, но нужно больше. Шкура. Ну, свой платок. На платке монограмма ПХВ. Должно быть это Персиваль, Харрисон, Фосет. Почему не Форд? Ну, ладно, тебе виднее. Фосет. Фосы кушать. Да-да-да. Мне кажется, надо было там, вокруг озера, все собирать. Почему мы не стали грязными? А я же уже собрала одну часть этого. До этого, в прологику. Чего-чего-чего? Это мне и так было понятно. Просто неориток. Как раз то, что я искала. Только нужно еще несколько. А, он типа тупой, он... Он тупой, он ничего не сделает. Перуски. А вон лежу. У меня есть все, что надо. Пора назад в лагерь. Угу. Ну, мы прям падаль. Ну, пока мне все пригодится, поэтому... Кофе-бара. Так, предметы. Самодельный нож. Удобный, наскоро сделанный нож, которым можно перерезать в веревке, а также бесшумно устранить врагов. Создать. Да. Молчит, а? Легенда ресурса. Все, заточили? Получено. Достаточно острый. Чтобы выпотрошить тебя, как свинку. Сделала бы себе сразу лук. Их все равно что-то держит. Да, теперь я заберу снаряжение. Так, ну. Лук. Лук. Рация. Ля, что-то не хватает, нет? А, это у... Мисс Крофт? Кто-нибудь? Прием! Мигель! Ты где? А он жив? Черт! Угу. Ну, я бы еще здесь походила, подожди. Он ушел за карту? Здрасте. Это что? Никандра. Ага. Соберите пять растений в кронах деревьев. Ага. Два. Три. Рядом гробница испытания. Это вот это? Я пыталась понять, где... Где еще одна? Где еще одна? Для этого требуется ли дорога. Хорошо. Я пыталась понять, где еще одна мне сдал. Но не смогла. Ну, я пока с вашего позволения здесь погуляю, пока дают. Не знаю, на что я собираю и что я делаю, но... Найден склеп. Найдите... Исследуйте склепы, чтобы узнать их тайны. Рассказ о распятых среде испанцев пришли. Кавалеристы лишились своего преимущества. Наши имперские аркебузиры переправились через реку и обрушили на врага шквал огня. Писара и Аргоньес повели в атаку свою кавалерию. Каждое войско слилось в одну колонну, все кричали и столкнулись на полном скаку. Я никогда такого не видел. В хаосе битвы Аргоньес был ранен. Его стащили с лошади и убили. Говорят, что трусливо Альмагра ускакал с поля боя верхом на А я смогу посетить этот склеп? На кой так громко? Че? Че не идешь? Здравствуйте. Осторожно. Осторожно. Извините, я вас немножечко беспокою, потрогаю, ладно? Что это? Эээ! Грязюка. Интересно, куда она ведет? Я просто боюсь ловушек. Ну вот, таких, например. Ага, здрасте. Дневник Джеки 2. Страница из дневника Джеки Фософа. А, вот он, Фософ. А где первая? Подбодряет? Я думала, есть слово «подбодривает». Ну ладно, кто я такая. Уркво, разведчик, кетчу, анский язык, памятный знак. Я вижу, там что-то. Да-да-да, именно их я и боялась. Это что такое? Тоже фреска? Здесь сказано, что рядом есть потайная комната. Вот это? Золото. Карта Архивару со сведениями о свежении артефактов, пресок и документов. Окей. Ага. Так, документы открыли, гробницу. Это мы видели. Цветочки мы еще собираем. Ну, слушай, нормально. Ну, типа, не зря, да? Мы там еще с другой стороны не были. Ну ладно. А, это выход. Окей, дай-ки. Сейчас вернемся туда. Посмотрим, что с другой стороны там. Вот с этой. Я вот там вот, по-моему, что-то видела. Наверху. Вон там что-то внули светится. Что у нас тут? Реликт. Реликт сапоги вечной звезды. Получено новое снаряжение. Сапоги с перьями, принадлежащие королеве. Ла-ла-ла. Некоторые костюмы дают усиление. Если их надеть, сменив костюм, можно в лагерь в меню предметов. Отсюда должен быть выход. Так, ну я вижу вот веревку. Куда ее только цеплять? А зачем там верев? А, может быть, мы сейчас куда-то выше поднимемся? Или нет? А у меня нет ледоруба. Это я не могу... А, могу. Это я не могу дальше пройти. Вот здесь можно подняться наверх. В смысле? Ты серьезно? Лара, ты че? Я где-то не зацепилась. Я где-то не зацепилась. Ну, и смерть-то кто-то знает. Нормально. 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 ну взяли и сапожки получили not bad может быть поможет грязи еще месить извините я вас за попу потрогаю спасибо мы же тут не мы здесь все собрали смотрю лопата что это монета нет рез и простите водопоев мир может сапоги пойдем наденем блин а где-то еще одно гнездо должно быть так не подожди там гробница где-то еще одно гнездо должно быть воспитание делать улучшение для улучшения оружия необходимо определенные элементы такие как детали ресурсы и навыки в меню предметов выберите оружие затем нажмите на иконку улучшения чтобы открыть меню улучшений лук присягнувшего лук пока хубка это дел сишны и что разменный укус лиса изгнанника ну ладно а у это видимо и сделал си восстановление здоровья получим дополнительные растительных и минеральных ресурсов увеличение опыта начали за охоту за животных эффектов нет эффектов нет подожди авантюристка а их еще создать надо ого получено дополнительно растительных и минеральных ресурсов из всех источников не знаю давай вот это возьмем вроде авантюристка черная увеличен опыт на числе за бесшумное убийство количество боеприпасов создаваемых на бегу да я хрен его знает если честно вроде не выглядит как что-то очень это торговцы меня так бесит этого хрю хрю инстинкт нажимания длится дольше после того как лара начнет движение подсвечивает врагов ресурсы и объекты на сложность и дитя джунглей возможность совершать бесшумное убийство не поднимая тревоги вот это не надо точно сюжетная награда с этим у меня большие проблемы блин мне бы если честно хотелось бы найти еще одно гнездо мне кажется она вот там здесь еще что-то подожди отсюда мы начали тогда да 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 ни хрена себе я правда кот сидит прямо посередине экрана ни хрена не вижу ну ладно так ледорога у нас нет зато есть воля к жизни выполнили испытания пройдены это цветочки горжусь собой птичка это я тебя убила странно а я же птичку убила птичка то где птичка видимо вот но с нее ничего нельзя взять ладно цветочки выполнили но молодцы красиво корень индигоферы мигель я бы на твоем месте не кричала нравится мне это мигель 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 ой его схорщили мистер 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 ягуар мигель 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 экость мигель Тебе? это мигель красавец господи иисусе нереалистично кстати ты будешь просто стоять твою мать покиньте территорию ягуаров нет 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 боже здесь надо поосторожнее а вот а а а а а а а а а Забыла? Бывает. А у меня нет стрел. А у меня нет стрел. А что мне делать? У меня нет стрел. Я забыла. Блядь. Игра. А долго он будет впитывать в себя урон? Блядь. Симба отвернулся. А сколько он впитывался? Блядь. Ты роплишь. А ты бись. Ты и я одной крови. Блин, ты и я. Сидись. Что за смыслы? На хрена? Они же друг друга не едят. Я бы расплакалась. Ха-ха-ха-ха-ха. Лечение F1. Господи. Так, мы можем сделать там какие-то сапоги, которые мы нашли. Так, хорошо. Продолжаем тогда дальше все это собирать. Ну, впитывал он, конечно, очень знатно. Не, ну я еще тоже, конечно, криво стреляла, но боже, как он впитывал. А зачем он унес своего сородичка? Почему одного только? Ну, понятно, почему одного. Может, это типа была самка или самец там туда-сюда. Лазать по дереву. Это хорошо. Мне вообще нужно столько ингредиентов? Я понять все не могу. А то я их собираю, собираю, лаз чешется. Ой. Что это? Дневник Джека 3. А где один? На первый взгляд, энтузиазм отца достиг своего предела. Но я начинаю в нем сомневаться. Посреди ночи я увидел его глаза, в которых отражался лунный свет. Его пустой взгляд был устремлен на небо. Если бы не все его истории об Амазонке, которые он рассказывал, я бы решил, что он сожалеет и даже печалится. А может быть, его просто злят насекомые, которые забираются под наши накомарники. Мне за него опыта не дадут. А он типа убежал? А нет. А он не убежал. Пять. Первое августа. Сегодня ночью мы не в силах заснуть. Джунгли сердятся, и луна нам не помощница. Я слышу, как джунгли дышат у меня за спиной. Их рычание сотрясает даже землю, на которой мы лежим. По кронам деревьев струится энергия джунглей. Теперь в наших поисках мы пытаемся обрести покой, и он приходит к нам в самое неподходящее время. Я заметил, что отец дремлет на ходу, едва не роняя трость. У нас закончилась провизия. Мы питаемся практически только ягодами и пьем дождевую воду. Но мы оба слишком упрямы, чтобы сдаться. Боюсь, что именно это упрямство и привело нас сюда. И, возможно, именно оно загонит нас в могилу до срока. Окей. Возможно, это не лучший вариант собирать все сейчас, все, что можно. Но, с другой стороны, потом будет легче. По-моему, это надо было делать в обратном порядке. Ой, это что, склеп? Илона подождет. Найден склеп. Нужен ли дорог? Жаль. Илона подождет. Ранец географа. Содержит сведения на месхождении гробниц, сундуков и тайников выживания. Секреты найдены. Спасибо. Ага. Ага. А-а-а. Маркер. Давай заберем, что ли. Да-да-да-да-да-да. Господи, как старые добрые. Так, здесь собрали, здесь собрали ранец географа. Здесь остался тайничок. Маркер. Лезь наверх. Давай наверх. Давай наверх. Ткан. Ткан. То есть тут можно было нифига не прыгать, а просто пройтись наверх. Понимаю. Самолет. Да ты что? Илона, ты тут? Ну, а ледорог. Блин, можно в склеп попасть. Мачо Пикчо так просто не умеет. Эй, ты знаешь, что с Мигелем? Да, его съел Эгуар. Он не выжил. Что у тебя с рукой? Да какой-то паразит. Я хотел найти полы, но она здесь не растет. Покажи. Эй, ты чего? Надо вскрыть. Если оставить, будет только хуже. Сядь. Надо вытащить, да. Ты знаешь, что делаешь? Со мной случилось что-то похожее в детстве в Египте. Не стану врать, это больно. Думаешь, это была та самая буря, предсказанная фреской? Не знаю. Кажется, нам пора пополнить запасы. Мы так ломанулись вперед, полетели прямо в бурю. Я не думала, что все так обернется, я... Надо было настоять на своем. Он так разочаровывается в ней, вообще пипец. Ты фокусируешься на цели, и все остальное исчезает. Иона... Эй, эй, я за тебя. Это мой выбор, как правило. Но если мы умрем, кто предотвратит бедствие? Кто помешает Тринити добиться своего? Иногда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех подведу. Ну, может, ценой пары часов нам стоило вернуться. Может, дать ему имя? Хорошо. Главное, что бы яйца не отложил. Спасительный пластырь. Посмотри, сколько пластыря, да? По-моему, с этими леанами виднеется деревня. Подожди. Хорошо, что ты остался у самолета. Я хотел подать сигнал на случай с ним рядом. У меня была пепельница. Да, Мигель, кажется, направлялся к нему, когда... Когда что? Не стала говорить, да? Так, склеп у нас где? Склеп у нас там. Не хочу оставлять его позади. Коль, у нас есть ляда аруб. Почему нет? Здорово. Для вылома, а не для взлома. То есть, по факту, от склепа мы получаем лишь чертеж, правильно? Могильный камень. Эпитафия на кресте. Здесь покоится Рейли Риммель, друг. 1925-й. Тут есть что-то еще. Осторожно, впереди ловушки. Угу. Спасибо. Но я и так бессознательно жмуклю. Тут много лет никто не бывал. 66%. Кечуанский язык. Так, обезвредили. Сюда не пройти. Может, здесь надо выйти? Ну, сто процентов. Чуть-чуть еще деформированный череп. Этот череп деформирован. Он более плоский и длинный, чем у обычного человека. Некоторые люди верят, что это доказательство контактов инков с инопланетянами. Но, скорее всего, это результат бинтования головы, древнего метода искусственной деформации черепа, распространенного еще в доисторические времена. Дырочка. Не понимаю, как это работает. Ну, дырочка. Дырочка. Кроме того, на черепе видны следы трепанации. Медицинской процедуры, в ходе которой в черепе проделывается отверстие. Так, мы на одну звезду. Доступные монолиты. Знание древнего диалекта повышено. Теперь вы можете расшивать средние кечуанские монолиты. Хорошо. Хорошо. Сим-сим, откройся. Думаю, это выход. Я-то думала, все будет просто. Просто в нашем деле вообще ни хрена не бывает. Карта обновлена. Нормально. Не переживай. Древесина. Теперь я смогу добраться до саркофага. Если он сейчас не уйдет. Черт. Надо лезть дальше. А ты спрячешь какую-нибудь хрень. Накидка вечерней звезды. Так, увеличивай длительность действия чего-то там. Так, мы здесь все... Да, мы здесь все забрали. Хорошо. Ну, уже на 39%. Нормально, в принципе, наверное, даже можно сказать, что хорошо идет. Здесь, в самом начале мы оставили... Вот это можно сделать. По идее, на это все можно, наверное, переместиться, видимо, нельзя. Ну, обязательно потом сделаем. Богатый выкуп. Император язычников умолял посидеть его. Он сказал, что немедленно отдаст испанскому монарху комнату в 3 на 6 варов, наполненных доверху золотом, и две таких комнаты с серебром. Великодушный монарх принял это предложение. Через два месяца выкуп был уплачен. Однако доверять этому идолопоклоннику было нельзя. Когда стало известно, что его генерал собирался неожиданно напасть на испанцев, Атауаль поупал на колени и стал молить о пощаде. Его судьбу решил справедливый суд, в соответствии с правами, которыми обладает каждый подданный испанской империи. Его признали виновным и приговорили к смерти, но перед казнью он принял Господа и поэтому попадет в рай. Отрывок из беспристрастного описания деяния писара в Перу Ачоа Асэвиса. А, так сюда и не надо было. Нифига. Это был достаточно быстрый способ спуститься. А вот это достаточно правильный способ спуститься. Не перепутайте. Когда в следующий раз будете что-то делать. Так, отлично. Ну что ж. Погнали тогда к Илоне, но будет это уже в следующей серии. Так что увидимся с вами очень-очень-очень скоро. Подписывайтесь, где бы вы это не смотрели, если вам понравилось. Оставляйте комментарии, лайки, ну и все, что можете, и все, что хотите. С вами была Шу. Пока-пока.